Привет, ребята, это Алена. Сегодня мы с вами говорим про такую историю, как ОРВИ, поддержка и, соответственно, на что обратить внимание, если постоянный ОРВИ. Хочу поделиться с вами вот такой историей. Первое, что нужно обратить внимание, если вы постоянно болеете, это хлорофилл, маринда, подарка и витамин С. Это как минимум поддержка, которая должна быть, если вы постоянно-постоянно болеете. Другой момент, если вы сносите постоянно микрофлору антибиотиками, чем-то, что напрягает микрофлору, то, соответственно, может это все перейти в какую-то такую обструктивную историю, которая будет длиться достаточно долго. И, соответственно, здесь мы говорим про то, что нам может помочь внутренне, и, соответственно, мы работаем с клетками. И очень-очень важно для себя понять, что если вы хотите профилактировать или уже получили какую-то историю, я, например, постоянно получала при физкультуре. Соответственно, здесь помощь обычно идет коллоидное серебро, идеально помогает в различных моментах, которые связаны с бактериальной вирусной нагрузкой. Идеально помогает в моменты стресса нагрузки. И мы помним, что наши барьеры не безграничны. Нам нужен цинк, нам нужны листья оливы, нам нужна поддержка всего организма, а не только там какой-то его части. Соответственно, нужно заранее думать об усвоении жиров и дотации витамина D, цинка, всего того, что я перечислила. Другой момент, если у вас постоянные какие-то вирусы, здесь очень важно подумать о восстановлении клеточного барьера. Вирусы поражают кишечник и, соответственно, потом возникают, бывают даже иммунодефицитарные состояния. И здесь нам нужна будет вся реабилитация ЖКТ, которую я давала, и, соответственно, восстановление. Восстановление. Здесь только цинком не обойдешься. Другой момент, если вы понимаете, что постоянные ОРВИ на фоне желудочно-кишечного тракта, ферментопатии и другой истории, то обязательно подумать об аллергенах и о том, насколько важно поддержать себя лопухом, подаркой, поддержать себя репейником, поддержать себя. В общем, я за все методы, кроме каких-то серьезных. Витамин D обязательно утром подключить функции печени, то, что я давала в прошлом протоколе, и поддержать свою микрофлору здоровьем ЖКТ, который я давала. Это буплером, гистоблок, МСМ, красный клевер, витамин С, колострум и иммунокоррекция. Если то, здесь пчелиная пыльца, защитная формула, зомброза, мощный антиоксидант. И, конечно, если постоянно болеете, то психотерапия, потому что это часто приводит к тревожным расстройствам. Все, пока!